Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я спешу поделиться мнением об очередной игре. Сегодня это у нас Мафия 3. Да-да, я играю не только в стратегии, но и во всё любое. Кто не в курсе, первая Мафия была, пожалуй, главным конкурентом третьего GTA когда-то, и, по-моему, намного лучше и интереснее игралась, чем великое похищение автомобилей. А всё потому, что игру создавали чехи из Illusion Softworks, и вообще очень многие, по моему мнению, славянские компании разработчиков создали оригинальные и незабываемые игры. Потом была Мафия 2 в 2010-м. По-моему, чуть похуже первой, но тоже была отличной игрой. И вот сейчас мы имеем Мафию 3, которой, к сожалению, как раз уже не Illusion Softworks занималась. Ну, Illusion Softworks уже и название своё поменяла, их купила 2K, теперь они называются 2K-Чех, вот так обезличенно. И третью Мафию делала вообще неизвестная мне Ангар-13, хотя вроде бы утверждается, что ребята из 2K-Чех АК Illusion Softworks что-то там консультировали. Но неважно. В итоге, по моему мнению, Мафия 3, как и многие игры, в нынешнее время получилась максимально упрощённой. Такое ощущение, что из игры специально поубирали все, по мнению разработчиков, ненужные мелочи, которые на самом деле в прошлых играх создавали атмосферу, и заменили это чистым экшеном, причём туповатым, потому что он постоянно повторяется. К тому же, прям видно, вот от игры веет вот этой её направленностью на консоли. Я понимаю, что сейчас все блокбастеры, в принципе, делаются на консоли. Тот же Ведьмак и Fallout 4, ну вот все такие песочницы, да и GTA последний, естественно, с которым стоит Мафию 3 именно и сравнивать. Они все делались на консоли, но при этом они, в принципе, очень неплохо портированы были на персональные компьютеры. Мафия 3 же выглядит прям конкретным таким клоном консольной игры. В чём это выражается? Ну, во-первых, не очень выразительная графика, как ни странно. Нет, она красива, по мне так вот, Мафия 3 красива, но очень сильно в ней заметна оптимизация под консоли. То есть, когда у тебя дальность видимости низкая, да, прорисовывается только очень близко всякие объекты. Когда ты выходишь, например, из машины, там, побежал какое-нибудь задание сделать, а машина уже в другом месте находится, там, где прописали разработчики. Знаете, это мне напоминает вообще игры для Дэнди, когда ты выходишь в соседний экран, возвращаешься на предыдущий, и у тебя там уже все враги вернулись. Кстати, в Мафии 3 то же самое есть. Вы можете убить всех врагов на уровне. Ну, тут бесшовный мир, естественно, нету уровней, но есть такие зоны определенные, где вам сообщаются, что вы вошли в опасную зону. Так вот, убить всех там врагов, выйти, вернуться обратно, и враги будут на месте. И можете начинать все сначала. Вот эта консольность прям вот из всех щелей лезет. Первая Мафия, я помню, была знаменита тем, что тут повреждения автомобиля рассчитывались в реальном времени. В третьей Мафии такое ощущение, что тут просто нету повреждений. Да, вы можете впилиться со всей дури на полной скорости в стенку какую-нибудь, и у вас будет просто дверь у машинки открываться и не закрываться. Вот, то есть не будет всмятку, не будет такого, что вы вообще не можете на машине этой поехать. И это, вот это показатель упрощения. Почему? Потому что разработчики думают, да ну, игрокам будет влом искать себе новую машину, их будет это раздражать, что они ломаются. Давайте мы это все упростим, пускай он просто тупо ездит по своим миссиям, занимается своими делами. Я не считаю, что это правильно. Я считаю, что игрокам должен быть челлендж в любом случае. Конечно, разработчик должен думать о том, чтобы нас что-то не раздражало в игре. Но игра интересна именно тем, что она кидает какой-то нам вызов, бросает, извините, бросает вызов. Если у нас даже машины не разрушаются на огромной скорости, вписываясь, я уже не молчу о том, что мы не умираем, да, там может уменьшиться полоска. Самое прикольное, что вы можете одеть бронежилет, и если вы на машине со всей дурью куда-нибудь влепитесь, то у вас полоска бронежилета снизится, а не здоровье вашего персонажа. Вся игра сводится к тому, что вы ездите на машинах, ну или там ходите, если поблизости что-то, от миссии к миссии. Вы, наверное, меня спросите, так тут миссии, наверное, интересные, раз мы этим занимаемся. И вот с этим проблем они одинаковые, они по большому счету одинаковые. Что сюжетные миссии, что побочные. Побочные так вообще это просто тупо ты почтальон, займись доставкой чего-то куда-то. Ну, это сделано под видом, что мы должны украсть машину и отвезти ее куда-то, но это все фигня, на самом деле вы тут почтальон. Сюжетные же миссии чуть поразнообразнее, но тоже в основном сводятся к тому, что вы должны пробиться через толпу врагов и убить, либо переманить на свою сторону главаря этих врагов. Причем пройти эту миссию вы можете, собственно, двумя способами. Либо стелсом, прячась, ныкаясь по углам и втихаря убивая соперников, либо экшеном, то есть просто разорвав рубаху на груди, выйти вперед и всех перестрелять. Для человека, который прошел Deus Ex Mankind Divided на последнем уровне сложности, здешний стелс это просто обнять и плакать. Я к тому, что он прост до невозможности. Соперники вас не видят чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Ну это я, конечно, утрирую, но в принципе так и есть. То есть вы можете в солнечном днем, недалеко от напарника, того гангстера, которого вы убиваете, заниматься вот этим кровавым делом. Он будет стоять на вас смотреть, но так как он далеко находится, то игра считает, что он вас не видит. Как будто этого мало, там есть возможность прятать трупы. Типа вы убили чувака, надо его куда-нибудь отнести и спрятать, да, чтобы не было тревоги. Так не надо этим заниматься, просто потому что вы можете кинуть труп, подойдет напарник, скажет, о, труп, блин, тут что-то происходит. И никакой тревоги поднимать ему. Будет сам типа бегать, такой искать, где же тот человек, который этого другана моего завалил. А так как он бегает ищет, то вы можете спокойно к нему сзади подобраться и его тоже убить. То есть ни тревоги не поднимается, ничего не происходит. Особенно это очень странно выглядит в каких-нибудь закрытых помещениях, например, на втором этаже какого-нибудь особняка, куда вы пробрались. Чувак идет и видит, что его напарник валяется мертвым. Неужели тебе это не должно насторожить? Неужели не надо бежать, вызывать подмоху, орать во все горло, ребята, у нас тут труп, кто-то к нам пробрался и убивает. Но разработчики решили, что игрокам будет слишком сложно из-за этого. Поэтому поднятие тревоги, видимо, решили в игру не вставлять. Поэтому лично для меня сложнее игру проходить именно вот таким нахрапом, когда ты всех убиваешь, потому что я не любитель вообще шутеров, никогда не был, я хреново стреляю, промазываю, плохо целюсь. Поэтому, чтобы сделать для себя игру сложнее, я тут реально пытаюсь проходить именно такое стреляние. Но мне это не интересно стрелянием, я люблю стелс, а стелс тут легкий. И вот и получается, что вся игра очень легкая, так как миссии примерно равны по своему содержанию, то игровой процесс тут реально скучный получается. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте карту интересующего вас города. Под любую платформу 2GIS, если быть точным. Ну почему же я наиграл, например, на данный момент, когда я записываю этот обзор, 33 часа? Расскажу. Тут очень классная история. Вот действительно, пожалуй, с третьего Ведьмака я давно в компьютерных играх не встречал такой замечательной истории, за которой интересно следить, и которая действительно заставляет вас играть в третью Мафию, чтобы узнать, что будет дальше. Чем-то она мне напоминает, знаете, вот сериал True Detective, то есть настоящий детектив первый сезон. Только не... Тут нету такой мистики, как в том первом сезоне, тут вот эти отсылки к прошлому и настоящему, когда участники событий как бы вспоминают то, что происходило в конце 60-х, игра как бы проходит в конце 60-х, и вы управляете своим героем, вот перемежая игровой процесс с этими воспоминаниями. Ну и к тому же, несмотря на всю свою консольность, игра красива. Мне нравится, как выглядит тут New Bordeaux. Собственно, я так понимаю, что New Bordeaux — это такая компьютерная адаптация нового Орлеана, как, например, в GTA Vice City это был Майами. Естественно, проще назвать город выдуманным названием, чтобы вам не приходилось полностью копировать реально существующий новый Орлеан. Поэтому New Bordeaux, он такой оригинальный, со своими уникальными районами. В принципе, игра вот разбита на такие районы, которые очень сильно друг от друга отличаются на самом деле. И у вас игра заключается в том, что вы должны по очереди каждый район брать под свой контроль. Выполняете задания, там зачищаете миссии, отдаете какой-то бизнес под контроль вашему союзнику, и таким образом вот шаг за шагом приближаетесь к финальной цели. А финальная цель у нас месть, великая ужасная месть. Ну и не буду раскрывать сюжет. Естественно, как и во многих подобных играх, есть мини-игры по собиранию всего и вся. В данном случае разработчики пошли по самому простому пути. Больше всего у нас геймеры кто? Мальчики. Мальчикам нравится смотреть на что? На сиськи. Значит, вот вам Playboy. Собирайте Playboy. Да, здесь по игре реально раскиданы журналы Playboy. Вы даже можете там листать страницы, но, слава богу, нас не заставляют полностью весь номер читать. В основном нам показывают обложку и девушку месяца внутри. Ну и еще иногда всякие значимые интервью можно почитать, правда, только на английском. Кстати, перевод здесь только текста выполнен в игре. То есть озвучка вся и графика внутриигровая, она все равно будет на английском. Кроме того, можно забирать коммунистическую пропаганду. Журнал Hot Road, я вообще этого не любитель. И еще одни эрадические картинки Альберта Варгаса. Ну, то есть хоть как-то скрасить вот эту нашу тупую беготню по городу. Геймплейно игра несомненно, несомненно делает шаг назад по сравнению со второй и с первой частью. Да и даже словами опишу геймплей, чтобы вы поняли, насколько он туп. Чтобы захватить район, вам надо выманить босса этого района. Чтобы его выманить, надо нарушить деятельность двух бизнесов. Чтобы нарушить деятельность двух бизнесов, надо выманить боссов этих двух бизнесов в районе. Чтобы это сделать, надо либо поломать товар, либо завербовать шестерку, либо его допросить, либо убить подручного. У вас есть счетчик денег, который потеряет бизнес от ваших действий. Когда этот счетчик доходит до нуля, то есть бизнес потерял слишком много денег, Вы идете убивать или опять завербовать к себе владельца этого бизнеса Потом убиваете или вербуете босса этого района И все, и вот так постоянно во всех районах, во всех бизнесах Меняется только название бизнеса Но по-хорошему действия геймплея остаются абсолютно теми же самыми В городе там вроде 8 или 9 районов по 2 бизнеса в каждом Считайте 16 раз за игру вам надо делать одно и то же И там еще помноженное на мини-миссии Геймплей абсолютно одинаковый Я не понимаю, почему люди это радостно принимают Вот я делал критический обзор Fallout 4 Я говорил, что он полностью похож на третий Fallout во многом Но там задания-то разные сами по себе А тут ребята из 13-го ангара просто решили один геймплейный ход растиражировать на всю игру по очереди и все И это, как я понимаю, не только проблема Мафии 3 То же самое было и в Mad Max, и в Shadow of Mordor, и прочих надоедающих гринделках последних лет Много негативных отзывов в начале было связано с тем, что там были баги, проблемы Вопросы к графике были у людей Но я считаю, что вот это как раз все придирки Это можно закрывать на это глаза, если есть интересный геймплей В случае же Mafia 3 геймплей надоедает очень быстро И единственное, что держит в игре, это сюжет Вот действительно хочется узнать, что происходит дальше Но чтобы проходить по сюжету и узнавать его, приходится вот бесконечно одно и то же делать Ну еще, наверное, могу отметить вождение То есть физика автомобилей, по-моему, сделана неплохо Вы чувствуете разные модели, что они по-разному себя ведут на дороге У вас явно появятся какие-то любимчики, которые вам удобнее водить, чем другие В этом несомненный плюс, но это было и в прошлых Мафиях, действительно А, ну конечно, еще что играет в плюс игре и сюжету Это атмосфера и музыка игры Ну, с музыкой все просто Взяли популярные хиты конца 60-х Все это впихнули в игру, сделали из этого радио С этим все понятно, это обычное дело в подобных играх А вот атмосфера, вот созданный Нью Бордо, выглядит отлично И опять же, повторю, мне это чем-то напоминает первый сезон сериала True Detective То есть те же болота, вот эта Южная Америка в плане Южные Штаты Соединенных Штатов Плюс еще такой говор с французским акцентом Периодически нам дают порулить катерами То есть мы на море можем, не на море даже, а на таких болотистых каналах рассекать Что, ну, очень классно, по-моему И чем-то, знаете, мне это еще напоминает Лос-Анджелес Нуар игру В том плане, что создан огромный красивый город, за которым интересно наблюдать Но при этом он в основном не играет никакой роли в самой игре Извините за тавтологию Да, и геймплей примерно схож в том, что он постоянно повторяется Хотя, конечно, в Лос-Анджелес Нуар поразнообразнее это все дело Но третья мафия, вот я считаю, что тут этот Нью Бордо Созданный такой красивый, атмосферный, очень мало используется В общем, мой вердикт таков Если вы хотите погонять на машинах по красивому городу с интересным сюжетом То берите Мафию 3 Если вы хотите поиграть в оригинальную игру с геймплеем Который вас надолго затянет, то Мафию 3 не берите Потому что тут этого нету Ну, и как всегда, жду вашего мнения в комментариях И ваших дополнений Ну а на этом все Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно И поможет распространиться моему видео Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против А только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях Или просто сообщите вашим друзьям Спасибо, что доставили до конца Удачи и играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok